Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGit.ru. У нас наконец-то было поступление по honda hcf2. Напомню еще раз, что hcf2 это жидкость для вариаторов последнего поколения honda. Пришло у нас немного, пришло 40 коробок, всего это 244 литровый канистр. Хватит нам примерно на месяца полтора-два, но может быть от силы там до нового года. Поэтому, если у кого-то есть желание прикупить, имейте ввиду, что она у нас появилась сейчас на озоне на Wildberries, на Megamarket и через наши автовые склады. Выбирайте эти дешевле для вас, потому что стоит продукт очень дорого этот сейчас. Вот он прописан в многих мануале свежих автомобилей honda. Внимание обратите на свой мануал обязательно, когда поедете куда-то на замену. На официальном сайте honda в японии это все в открытом доступе есть. Специально жирным красным шрифтом, я уже об этом делал, в видосе прямо указано, что для кпп сделанных автоконцерном honda, в которых прописано использование жидкости hcf2 использует только жидкость honda hcf2. Никаких мультиков, продуктов, которые а-ля hcf2 использовать нельзя. В Японии было очень много прецедентов. Кто минокары пользуется блогом, почитайте. До сих пор еще есть эти заметки, там судебные были прецеденты разные, когда только появились жидкости эти конкретные hcf2 и карабасы под них. Было много очень прецедентов, когда во время гарантийных сроков коробки ложились на неправильной жидкости, не на hcf2, которые использовали уже дилеры для своих замен на машинах. Поэтому, как бы, блин, дело ваше, то есть решать каждому еще раз, потому что я напомню, продукт не дешевый совсем, это мягко сказано, поэтому решайте сами. Мультики используют многие, в силу того, что сейчас многие финансово не могут позволить себе заменить продукты на hcf2, на оригинальные, найти его не могут, плюс к этому, и стараются всячески экономить. На данном конкретном случае экономия, она может быть и боком. Я знаю, что у нас много есть нео-оптимистов, которые думают, что коробки не ломаются, чтобы не залезть туда мультики любые и так далее. Вот я работаю с маслами 27 лет уже, мне сейчас 46, и все это время, практически 27 лет, я, ну, практически каждый будет день общаюсь со станциями, с нашими клиентами. У меня станции, с которыми общаюсь, ну, 200, примерно, плюс-минус. У меня хорошие знакомые, новосибирские, которые, значит, ну, они больше по гидрикам, конечно, работают. В общем, о них заходишь, и такая, знаете, картина такая была, когда-то помню, когда лежат, такая гора черепов, и, в общем, у них лежит гора бубликов. Ну, это, понятно, гидроденформатор на коробке передач, не менее, показательно. Коробки ломаются, коробки ломаются очень быстро, интенсивно, и у кого повезло, кому повезло, вернее, у кого там карабасы проходят уже десятилетиями, если носки не чуть ломаются, это прям вам, ребят, прям повезло, все хорошо, а кому не повезло, и едут к этим мастерам. Мастеров проблемы с работой вообще нет, абсолютно все забиты у них часы, и попасть к нормальному мастеру по ремонту коробки передач очень проблематично, на самом деле, поэтому все, конечно же, ломается, все приходит в негодность, и зачастую для этого причиной является неправильно подобранная жидкость либо вариаторно, либо КПП. Это очень частое явление, когда коробка постепенно, когда вы залете мультик в карабас, который предусмотрен для работы с HTF-2, сразу у вас ничего не сломается, гарантированно, у вас будет также все работать и так далее. Тем не менее, в HTF-2 в его параметрах заложены гораздо более жесткие регламенты, чем это заложено в мультиках, поэтому на мультик он не вывезет работу в HTF-2 долго. Через некоторое время начнутся проблемы, обязательно, они начнутся обязательно, кто не этому еще раз скептики не верит, гоу на станцию, которая занимается вариаторами, смотрим, проникаемся, берем с собой салфетки для вытирания слез и думаем, что будет с вашим карабасом. Поэтому, конечно же, используйте HTF-2 там, где это прописано, это касается всех, любых других жидкостей для Хонды. Хонда, напомню еще раз, одна из немногих тех, которые производят сами для себя агрегаты в виде ХВП, один из немногих концертов. В общем, Хонда сейчас HTF-2 делает, в основной массе Энеос, Холдник, не путайте с тем Энеоса, который в России поставляет из Минчанга, из корейского Энеоса, это разные вещи совершенно, Энеоса это корпорация крупнейшая японская, первая по величине энергетическая в Японии. Про отличие оригинальной тары японской у меня есть полноценное большое видео, сейчас застыкливаться, но не будем заострять внимание. В описании к этому видео или просто вводите в поиски Антон, нижнее подчеркивание, MyGT, гайд по отличию. Гайд по отличию оригинальных масел, там все абсолютно есть от и до. Как отличать оригинальную тару? Потому что поделки на оригинальную тару японскую на маркетах и прочих там продавцов разных, которых продают ниже цены рыночных поделок, просто капец. Поэтому, ребята, внимательно смотрим, как бы это все, есть отличие, все эти прописанные в моем гайде, почитайте, сами поизучайте, как это все легко и просто понять. По тем, кто делает, еще раз напомню, вот H7-2 сейчас чаще всего делает Eneos, зависит от контракта, которые выигрывают, они и Demitsu могут делать и Cosmo. По остальным продуктам, по хондовским тоже, давайте пробежимся еще раз, PSF-2, DPSF-2, HMMF и HGO-MU сейчас тоже делают Eneos, чаще всего делают сейчас Z1 и DW1 и Demitsu, как правило производят, но тоже могут делать и те, и те. Что касается ручек, чисто внешних таких отличий, которые многие сразу спрашивают, почему такая ситуация, есть ручки типа бридж, такого формата так сделаны, есть ручки-отрывочки такие маленькие. Это и то, и то, завод-производитель, ну вернее два завода, один называется Нагалас и Кан Чиба, а второй называется Нагалас и Кан Вакаяма, это просто две префектуры разных. Завод один наделает Тару уже лет 15, так и все отличия, даже больше, наверное, все отличия, они стандартные, китайцы так не могут все сделать нормально, все у них не получается, но есть какие-то отличия китайские, которые от японских. Поэтому гайд смотрим, изучаем, внимательно все читаем и так далее. На даты внимания просьбе еще раз огромное не обращать, потому что даты производства, любые бачкоды, любая информация, которая нанесена на банке в фирме, в виде именно принта такого подобного, она вообще не для вас абсолютно, она предназначена для логистов, на нее внимание обращать не нужно, у нас многие люди, Шерлоки, Ватсоны, начинают все докапываться до этого, конечно. Это не для вас сделано, это сделано для логистов, и в Японии вообще действует такой принцип, очень простой. Приходите в магазин, покупаете любое масло, которое на прилавке у вас, есть два года гарантийного его использования. Не важно, при этом, сколько масла простояло на прилавке в магазине, а там бывают такие продукции, типа там Вакос, Греди, там ХКС, мы как раз в Японию поедем в этом году еще раз я покажу. Они стоят там, блин, 4-5-6 лет стоят в магазине запросто вообще, потому что дорогие продукты редко покупают. В общем, сроки масла годности указаны на упаковке, они регламентируются внутренним распорядком завода-изготовителя. Некоторые указывают три года на одном продукте, на втором, вторые на таком же абсолютно продукте указывают пять лет, просто это срок подстраховки, образно выражаясь, той подстраховки, которую завод закладывает для себя. На самом деле коллоидно-стабильный продукт, правильно сваренный, а все продукты в Японии на нормальных заводах, они сделаны правильно абсолютно, в закрытой таре хранится может, я без привлечения назову прям десятилетиями, вот реально десятилетиями. Десять плюс может храниться абсолютно, ничего с ним не произойдет вообще, если никакого доступа нет ни кислорода, ни влаги к продукту, вообще ничего с ним не произойдет, он останется тем же самым, абсолютно не разложится, там не будет эмульсии никакой, ничего подобного, все будет так же абсолютно, никаких там отложений и прочего. Вот, потому что, потому что, потому что это долгая тема. В общем, химическая деградация продукта, к которой мы еще коснемся, в общем ничего не будет с ним, поверьте просто на слово. А можно использовать HCO2 только в тех вариаторах, где это прописано, еще раз напомню, что он не взаимозаменяем с HMMF, поэтому HMMF, где прописано использоваться HCO2, не стоит и наоборот, это не взаимозаменяемые продукты, они разные по своему составу и разные по своим характеристикам. Продукты эти у нас сейчас есть в наличии, все практически, есть еще хондовские жидкости обычные, которые для моторных, моторные масла, вернее 530W20, единственное, что хонды не делают нулевкие, пятерки в литрушках, в Японии это все, в Америке производится, в Американске у нас тоже есть, европейскими сейчас проблема, но на самом деле они у нас, по-моему, в оптовых продажах есть, европейские, хонды еще, которые делают на SVG, по-моему, делают на заводе сейчас в Европе. В общем, все это в описании к этому видео есть, ссылку на продукты HCO2 конкретно я оставлю в описании, слабонервным просьба не смотреть по ценникам, ребята, реально, те, кто не связан с этим, у кого не такая хонда, и те, кто не занимается тем, что заменяет масла и жидкости правильные, просьба себя не травмировать, потому что цена вас, конечно, будет шокировать. С вами Антон Воронков, вы на канале MyJD.ru, подпишите, поставьте лайк и жмите колокольчики, напомню еще раз, что все наши видео уходят параллельно на всех площадках, российских, в том числе, это Rutube, Dzen VK, Drive 2, YouTube, Dzen VK, Drive 2, все, все, пока.